Здесь вдохи на полях Академии Эспайр и это шестой день и четвертый матч по счету. В основное время Локомотив сыграл с партизаном в ничью 1-1 и уступил в серии пенальти. Но пока Николай по-прежнему в Спартаке. Гранчук, передача на Эдера, нет положения вне игры. Эдер, Максименко вышел и Крыковик обязан был забивать. Посмотрим, что сегодня нет положения вне игры, очень своевременный пас. Здесь от Маслова ушел сначала Эдер, но и потом Маслов не выключился и из пустых ворот выбил мяч после удара Крыковика. Первый голевой момент настоящий в этом матче создает Локомотив. Ну и там досталось Эдеру. В какой момент когда обострить? Вот как здорово сейчас Миранчук это сделал. 3 в 3 атака Локомотива, Крыковик, передача, Эдер. Пошел сам чужим воротом Парагвайц. Кому сделать передачу? Соболев чужой штрафной, Соболев удар. Вдоль ворот. За попытку пробить в данной ситуации 5. Мяч хорошо обработал и перед матчем с Ростовом мы слышали ля кураж, ля кураж. Перед вторым таймом на кураже надо постараться сыграть. Ну а вот сейчас атака Локомотива и 1-0. На 1-0 через правый фланг Локомотив очень здорово эту атаку разыграл. И Владислав Игнатьев. Вот он первый гол забитый ворота команды Доминик Тедеско Локомотивом. Игнатьев редко забивающий. Красиво в касание переправил мяч в ворот. Ну, будем откровенны, к этому шло, да, Ром? Не сказать, чтобы у Спартака в обороне было так же надежно, как в Швейцарском банке. Но отсюда Георгий может пробить. Помним, да, как он забил за Амкар. Шикарный мяч в ворота Локомотива в Кубковой встрече. Удар Джики прямо в створ ворот, прямо в Антона Коченкова. Баринов встречает Мельгарехо, Гулев, Тиль. Развернулся дальше на Рассказово. Передача Игнатьев. Ох, здорово, ох, здорово Алексей Миранчук. Ой, здорово. Айда Леша. Еще раз смотрим, вот здесь оп, мимо Джики пролетел, еще подработал. И удар по такой немножечко змеиной дуге от Алексея Миранчука. Да и с Ростовом в первом тайме несколько дней назад. Тоже не сказать, чтобы много моментов было сейчас в ворота. Ведрен Чурлук, а, в день рождения, да, хотел? Джики длинно на Тиля, хорошо пропустил. Ну и Рассказово, момент, и надо забивать Мельгарехо. Пас Джики, здесь Тиль с Хеведесом поборолся. Хорошо назад сбросил мяч под удар. Сначала Бакаеву, у него удар не получился. Бакаев, и можно еще одну подачу успеть сделать. Время-то уходит. И не успел сделать передачу Бакаеву, не успел сделать Маслов. 1-0 впереди Локомотив. Отличился Владислав Игнатьев в четвертом матче. Матч турнира Кубок Парим, матч Премьеров в Дохе. Уходим на перерыв. Ростов Мирзов благодаря тублю в матче с ростовчанами является на данный момент лучшим бомбардиром турнира. Айртон и... Зобнин. Зобнин, да? Из комментаторской позиции не все видно. Вот это да, интересно, эти карточки считаются в зачет... У него... У Меника уже в Чемпионате России получал, да. У него их три в Чемпионате России. Последнюю игру здесь он должен пропустить. И вот здесь слишком эмоционален был Доменик Тедеско. И наказали его карточкой. Момент Спартака. Удар и 1-1. 1-1 забивает Гапонов и радуется. Если память не изменяет, а она может в ней изменить, по-моему, Гапонов забивал в терби ЦСКА в Австрии. Здесь Джики может записать себе вполне голевую передачу, потому что перед заключительным ударом именно Джики мяч так в сторону катнул на Гапоновой. Ну а где кто не доработал, обязательно после матчевой студии разберет Дмитрий Шнякин и Андрей Тихонов, наш эксперт на этом турнире. Здесь из Дохи Мирзов удар. Прямо в стенку пробил. И еще одна попытка пробить уже Андрея Ещенко. Мяч уходит вдоль ворот за пределы поля. Тоже мы уже успели оценить. Жесткий подкат Алекса Крала. Не успевает к мячу Баринов. И вот момент Спартака. Коченков здорово сыграл. Уже находясь лежа на газоне. Рукою успел лишить мяча Глушенкова. Отличная передача из глубины поля на Глушенкову. Там может быть чуть показалось, что было положением игры. Гапонов. И в касание Мирзов против Коверкелли. Мяч отскакивает Глушенкову. У того отличная скорость. Он уходит от Игнатьева. Момент. И Коченков выручает. И вот так казалось банального выноса Ильи Гапонова. Спартак получает возможность забить второй мяч. Ну и Баринов. Пробежал Миранчук. Бьет Миранчук. Хорошо пробил Алексей. И на месте Артем Ребров. Морила ошибка. Сейчас Спартак здорово поджал. Зобнин. Мирзов. И где его финты знаменитые? Мирзов. По-моему, Билл все-таки, да? Резван Мирзов. Причем он подгадал момент, когда мяч мог пройти между ног защитнику. И очень точно высчитал эту самую траекторию. И Доменико Тедеско. И Доменико Тедеско, да. Гапонов. Баринов. Удар Баринова. По-моему, был полный неожиданностью для Артема Реброва. И для всех, кто сидит на трибунах. Но мяч в ворота не попал. Зобнин. Уходит от Баринова. Мирзов на фланге. Вот его привычная позиция. Вот так вот режет угол Мирзов. Удар вдали. И гол. Забивает Спартак. Но мяч отменен из-за офсайда. Ну, вот на этом повторе так не поймешь. Крал. Сам пошел Чех. И может пробить слева. И удар хороший. Алекса Крала. Но в створ в ворот Крал не попадает. В прошлом году очень хотел, чтобы матч завершился в серии пенальти. Артем Дзюба в составе «Зенита». Сказал, что даже была такая договоренность с тренерским штабом. Кверк ввели головой и дову. Все. Свисток арбитра. Коротенькая пауза. Основное время матча завершилось в ничью 1-1. И нас ждет серия пенальти. После этой паузы мы возвращаемся в Доху. И будем наблюдать за самым интересным. Будет определен в серии, что подарил нам этот сегодняшний вечер в кадре. И забивает Алексей Миранчук. Аккуратненько. Хоть и угадал направление удара Артем Ребров. И в другой угол все-таки пробил Айртон. Наверное, Никита Медведев тоже подумал, что почему бы мне не прыгнуть туда. И туда же Жамалединов бьет куда и Алексей Миранчук. И снова угадывает Артем Ребров направление удара. Но чуть-чуть до мяча не дотягивается. В стране медукатор. Глушенков и Медведев. Юрий Павлович просто стыяет от счастья. Бенедикт Хеведес. Чемпион мира против Артема Реброва. И голкипер в портаха берет. Но Медведев не знает, как бьет Алекс Крал. А Крал не знает, куда будет прыгать Медведев. И голкипер берет. И второй пенальти. Никита Медведев. Крал пробил не лучше Бенедикта Хеведеса. И забил. По центру пробил Криховик. И плюс два имеет Локомотив. И забивает Мирзов. Хоть и угадал Медведев направление удара. И Дмитрий Баринов против Артема Реброва. И забивает Баринов. И Локомотив выигрывает эту серию со счетом 4-2. И получает два очка в копилку. У Локомотива теперь становится три турнирных балла. У Спартака четыре. У Ростова три. У Партизана два. И нас ждет последний тур, в котором определится чемпион Кубка Париматч. Премьер 2020 года, 8 числа. Московский Спартак сыграет с партизаном. А девятого Локомотив сыграет с Ростовом. Сегодня было увлекательно. Локомотив поздравляем с победой. А Спартаку продолжать подготовку. Субтитры создавал DimaTorzok